Иисус Христос Иисуса, того, которого так долго ждали, а ведь Он был так близко. А кто для тебя, Иисус Христос? Но Он не был простым человеком. Иисус – Сын Божий, и в 30 лет, начиная Своё служение, Он крестится в Иордане. В тот же момент на Него сходит Дух Святой, и раздаётся Глазь Небес – Се, Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение. Иисус Христос Так же, как Слово человека раскрывает его мысль и сердце, Христос, как Слово, открывает нам мысль и сердце Бога. И в этом Божья любовь к человеку. Говорил Иисус к народу, Я – Свет Миру. Кто последует за Мною, то не будет ходить в тьме, но будет иметь связь с жизни. Иисус есть истинный свет, и, будучи светом, Он удаляет тьму и обман, освещая истинный путь к Богу. Все те, кто последует за Иисусом, избавляются от тьмы греха, мира и сатаны. К сведению, фраза Христа «Кто последует за Мною» в оригинале имеет глагол настоящего времени и предполагает постоянное следование. Иисус признает только постоянное ученичество. Каждая страница Евангелия пропитана множеством чудес и премудрости Иисуса Христа. Он благовествовал нищим, исцелял больных и сокрушенных сердцем, слепым давал прозрение, пленным – освобождение. Он отпускал измученных на свободу, воскрешал мертвых, провозглашал время истинной свободы и спасения от господства сатаны, греха, страха и вины, проповедуя о Божьем Царстве. И крайне важно заметить, что эта работа продолжается по сей день, и ее масштабы охватывают всю землю. Поэтому есть еще время благоприятное для твоего спасения. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими, и дом наполнился благоуханием. Господь заповедал, чтобы история о том, как Мария помазала ему ноги драгоценным миром, сопровождала проповедь Евангелия. Но почему? Это пример веры, преданности, посвященности и величайшей любви к Учителю. Это и есть самое ценное в наших отношениях с Иисусом. Приближался праздник опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Иисуса. И пошел Иуда, и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предателем. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Трагическая история Иуды служит предупреждением всем, кто следует за Христом и Его Слово. Он предал Христа и пошел на компромисс с грехом и мирскими похотями, а в конечном итоге предал Христа и Его дело. Это стало для него роковой ошибкой. Но он изъян был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы истрелились. Римские бичевания заключались в том, что обнаженную жертву привязывали к столбу или перекидывали через низкую скамью со связанными руками. Орудием пытки была короткая рукоятка, которой были прикреплены кожаные полосы с металлическими или костяными наконечниками. Удары наносились двумя палачами с обеих сторон. Такие бичевания кончались тем, что ткани жертвы растягивались таким образом, что были видны вены, артерии и иногда даже внутренние органы. Многие это не выдерживали. Иисус испытал на себе это сполна, а еще и терновый венец, иглы которого щедро помзались в голову изнеможенного спасителя. Что ты сделаешь Богу распятому? Может быть, как пилота толкнешь, безразличен тебе, непонятен он, и как все от него ты уйдешь. Может быть, ты как римский воин будешь снова бить полонитом, и он снова избитый, оплеванный, пройдет по горячим плитам. Неужели и ты скажешь Богу, став поодаль, как те и все прочие, Поживу без тебя немного, Надоела мне жизнь непорочная, И к нему повернешься спиной, Сердце ж будет от горя рваться, Бог оставлен, не кто-то другой, Нет, нельзя без Него оставаться. Неспособность Иисуса Нести тяжелый деревянный крест Без сомнения объясняется этими жестокими мучениями. И когда пришли на место, называемое Лобное, распили его, Иисуса положили на крест, Гвозди вошли сквозь руки глубоко в дерево, Затем крест вместе с телом подняли И прибили ноги гвоздями. Теперь Иисус сделан зрелищем, Он истекает кровью, Все его тело покрыто ранами, Часами он испытывал боли во всем теле, Омертвение рук, Страшные волны судорог, Проходящие по всем мышцам, Затем наступило другое мучение, Сильная боль в груди, Когда началось давливание сердца жидкостью, И он ощущает в это время сильнейшую жажду, Осознавая при этом насмешки любопытных людей, Проходящих мимо. Его возглас на арамейском языке «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Свидетельствует о том, Что он испытывает отверженность отделения от Бога, Как заместитель грешника. Здесь крайнее состояние скорби, Отчаяния и боли. Он изранен за беззакония наши И отдает себя выкуп за многих. Он умирает покинутым, Чтобы мы никогда не были оставлены. Так мы искуплены страданиями Христа. Ради этого Он пришел, Свершилось, Он победил. Иисус же возгласив громким голосом, И спустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, Сверху донизу. И земля потряслась, И камни расселись. И взял тело Иосиф, И обвил его чистую плащаницу, И положил его в новом своем гробе, Который высек он в скале, И, привалив большой камень к двери, Удалился. Братья и сестры, У меня ничего нет, Потому что Иисус Христос В третий день воскрес. Его нет во гробе, Он живой, живой. Пасха – вечная победа Иисуса Христа Над грехом и смертью. О, если бы людям По-настоящему Открылась суть этой победы, Они бы толпами бежали К Иисусу Христу В молитвах покаяния, Принимая спасительную благодать. Но Бог хочет от нас веры, Живой веры. Се грядет с облаками, И узрит его всякое око, И те, которые пронзили его, И возрядают пред ним Все племена земные. Аминь. Слава Иисусу Христу! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!